Продолжение следует... 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 экономики, если потом продукцию некому покупать. Рождаемость, демографический спад очередной, в течение трех лет 300 тысяч новорожденных мы, соответственно, не досчитались, сверхность в прироспособном возрасте вообще, сейчас второе, по некоторым данным, выше, чем была в середине 60-х годов, причем это оценки академика Аганбегена, каждый досрочно умирающий в прироспособном возрасте, помимо того, что это человеческая трагедия, это еще и 4,4 миллиона рублей в бюджетную систему Российской Генерации. Если бы мы вложили деньги в здравоохранение, забегая вперед, уменьшили смертность в прироспособном возрасте и другие сферы, соответственно, и сократили бы потери по времени прироспособности, мы могли бы позволить себе не повышать пенсионный возраст, а вполне сбалансировать пенсионный фонд. Кстати, мы и так бы могли их не повышать, вот поскольку, как я понимаю, фонд национального благосостояния создавался прежде всего для старшего поколения детей, никто, никакой пользы от этого не видит. Мало того, в этом году, поскольку доходы пенсионного фонда оказались выше, чем ожидалось, сокращен трансферт из федерального бюджета в пенсионный фонд, таким образом, лишний раз это показали, что повышение пенсионного возраста к деньгам не имеет никакого отношения. Доля экономики знаний в разных странах, в Штатах 40, в Евросоюзе 30, в России 14%. Поэтому, конечно, мы должны развивать нашу экономику на новой технологической основе, а не просто пытаться воспроизвести то, что когда-то было. Наука и образование, ближайшие родные для меня темы. Что касается финансирования образования, мы занимаем 98 место в МИЛ. По этому показателю, кстати, по итоговому показателю Организации экономического сотрудничества и развития по образованию наше место 26. Это значит, что наших вообще педагогов надо еще, что называется, поклонницей и родителям, которые, и студентам, которые плохо, но все-таки учатся. То есть, вложения гораздо меньше, чем места, которые мы занимаем, уважаемые коллеги. В бюджете следующего года расходы на образование растут аж на 5,7%, при среднем росте бюджетных расходов на 6,6%. То есть, политика обескровливания образования, как вы понимаете, продолжается. И мы прекрасно понимаем, что с такой политикой модернизация страны просто не светит. Нет опыта ни одной страны, которая бы экономила на образовании и произвела модернизацию. Ровно та же ситуация по науке. По науке, если верить высшей школе экономики из 62 стран, мы 35-е. Если бы стран было больше, мы бы были гораздо меньше. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что даже по сравнению с указом президента, наука в Российской Федерации не дофинансируется примерно в 4 и более раза. Между прочим, та же председатель бюджетного комитета Андрей Макаров говорил, что вот мы экономим на науке, а, соответственно, американцы на науке не экономят. Разница в финансировании науки еще недавно у нас была в Соединенных Штатах 28 раз, теперь 33 раза. В Китае было 12, теперь 16 раз. И в результате получается то, что сланцевая нефть дешевеет в результате примера научных разработок. И наше главное, как мы считаем, богатство нефть может превратиться в небогатство, потому что цена на нефть, тем более добываемая в Севере, может оказаться выше, чем на сланцевой нефть в Соединенных Штатах 29. Здравоохранение. В следующем году расходы на здравоохранение резко растут, но в среднем финансирование здравоохранения составляет около половины от необходимого по нормам Организации ВОЗ, Всемирной Организации Здравоохранения. Среди прочего, коллеги, мы легко можем посчитать, что российская медицина бесплатная по Конституции уже практически наполовину стала платной. Но, собственно, многие знают это по собственному опыту. Что касается культуры, уважаемые коллеги, по прежнему закону, который был испорчен в 2004 году в процессе так называемого принятия закона Организации, мы должны были на культуру тратить 2% от полового утреннего продукта, 2% расходной части бюджета, извините, федерального и 6% бюджетов регионального. Сейчас доля федерального бюджета на культуру порядка 75 сотых 1%. Да, как говорил ушедший от нас вовсе Даврович, Кабзон только с пьяной или с дурой жалкой денег на культуру. Теперь, что касается предложений, которые сделал Московский академический и экономический форум, с которыми я пытался знакомить моих коллег из Государственной Думы. Слайд номер 13, по-моему, у нас, да? В частности, форум признал современную экономическую политику тормозом инвестиционной активности и предложил, по сути дела, проводить ровно противоположную политику той, которая проводится сейчас. Я хочу еще, чтобы показали два слайда. Один – это оценка природных богатств. Коллеги, многие думают, что мы можем сделать нашу экономику на природных богатствах. Если вы уверите, они не так уж велики, как многим кажется, если верить официальным элементам. Заканчивая, поэтому во всех странах признаются, что ключом к экономическому развитию являются высокие технологии и человеческий потенциал. Собственно, об этом отчасти уже сегодня говорю, уважаемый Сергей Дмитрий. И последнее, уважаемые коллеги, заканчивая мое выступление в Государственной Думе, я привел депутатам цитату из Евгения Воротынского, одного из самых философских поэтов нашей страны. Дало две доли проведения на выбор мудрости людской, без надежды и волнения, безнадежность и покой. Правительство явно выбирает безнадежность и покой. Никакого экономического прорыва и роста жизненного уровня при такой политике не будет и быть не может. Нам нужно принципиально менять курс экономической политики, на чем мы продолжаем наставить. Кстати, наши коллеги почему проводят такую политику? Они боятся предстоящего мирового кризиса. Совсем недавно лидера Набиулина заявила, что в следующем году мирового экономического кризиса не было. Поэтому деньги у людей подняли и, как выясняется, зря. Я надеюсь, как и Сергей Ильич, что общими усиления мы сможем рано или поздно переломить общественное мнение настолько, чтобы оно переломило либерально-псевдо-либеральные стереотипы в российском правительстве. Спасибо за внимание.